здравствуйте здравствуйте кто вы такой откуда и зачем здравствуйте игнатий тихонович меня зовут владимир сольят со сверловской области из какой сирловская область а сверловская область у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да да конечно я знаю я смотрю ваш канал мы бы не против нет не против не прослушаю вас говорили на горе преображения да на горе преображения когда иисус взял троих учеников да он преобразился и там появился на горе он беседовал иисус вместе с силе и силе и с моисеем как ученики узнали что это моисе или из разговора они разговаривали они услышали что говорят об исходе его моисея вывел из плена и приносил жертву речь идет о жертвенного христос себя приносит жертву и они в этом разговаривали видим моисей говорит а да игненка которого я приносил там мазали перекладины и косяки он говорит да это означало моя кровь христос говорит примерно такой разговор был они из разговора и поняли кто это такой а вот еще такой вопрос сказать мощи хочу задать вас поинтересоваться вас хочу я являюсь членом пятидесятической церкви до являюсь членом пятидесятической церкви да имела постоянно обидно что вот нас к предчисляют там на этих сектантам до диктантов я как бы знаете там у секта там не секта там туда сюда а как вы считаете когда вот в луке написано когда еще священник и заморя и разбойника напали на людьми разбойники напали на человека священник мимо прошел второй человек мимо прошел а человек другой взял и поднял его и отвез в этом гостиницу заплатил там не к этому ли призывает нас иисус что мы чтобы мы оказывали милость другим людям помогали там и все остальное делали какая разница каком относится динаминации там православным там или каким-то другим людям я понял вас слово динаминация и конфессия их нету в библии это придумал сатана при холл слова ересь и надо спрашивать никакой динаминации а какой ереси церковь одна и бог не организовал вы говорите своя церковь откуда вы взялись то 200 лет нету а церкви 2000 лет христос горт врата она не одолеют ее а тут плохая церковь а мы себе а за вами то еще 21 тысяча разных сект и все церковь церковь одна единая там епископат там священство там таинство вас ничего этого нету я вас хорошо знаю я вас на кафедре преподавал знаю но смотрите я не собираюсь знаете сами это спорить там там знаете зачем это нужно просто не это нет ни к чему хорошему не приводит и не знаю и они не собирают я знаете хочу сказать что иисус иисусу иисусу да и господу важно не ходишь ли там борода ты там или крест у тебя на пузе а важно оказываешь ты милости соблюдаешь ты ли заповеди божии все правильно неправильно это вы так судите все садомиты также точно могут рассуждать и и что а такой ориентации ориентации что это путешественник сбился с пути не с той стороны заехал как их на дырявые называют так мы можем до чего договориться господь врата да не одолеют церковь это корабль как об этом говорит петр послание откуда вы взялись кто разрешил дофана верон и корей они были неплохие но они решили отдельно делись и живем в ад большего преступления на земле нету как отделиться от церкви матфея 16 18 говорит о том что врата да не одолеют а кто врата да разные ереси или тяки гонители не смотрите вот вы говорите что церковь там не церковь а церковь же это же мы я вы там все люди которые исповедуют иисуса христа так вы вопрос задали умеете высушить мы которые исповедуем нет церковь зачем тогда апостола то христос бы сказал и теперь несите весь нет апостолы апостол рукоположили епископов зачем они я зачем а затем что без этого нельзя без епископа нет власти он рукополагает а если он самозванец пришел от него ничего и нет он обманывает а ну лишь бы только не надо господу разницы нет бритый небритый ты на кого похож на посмотри на себя в зеркало то еще вас 2 мама в доме бог создал так даже вот сикстинская мадонна это папа как смотрим иллюстрации дают там словарь нюстрима а он протестант апостолы все с бородами у давида только у давида слух когда отрезали пол бороды то есть обрели то он их не запустил и говорит очень обещащена относительно тела христос никаких других регламентов не установил как было дочь дину изнасиловали обещащена а бороды нету очень то есть это хуже изнасилование а вы решаете за бога зачем он дал бороду а то власть жены над женой подкаблучники отец игнатий это или вы не отец игнатий это игнатий дихонович вы знаете что я хочу сказать мы благословляем вас и если знаете ну иисус пусть сам потом разберется и со всеми на небесах хорошо не хорошо говорите не то что разберетесь а господь говорит за мной следует апостолы ни один бороду не трогали а вы даже это не можете сделать вы молите за нас и мы за вас каждый молимся каждый день молимся за всех еретиков что бог их разрушил до основания привел церковь так нельзя рассуждать а он придет разберется но это совсем уж никак а то говорится с большого буду на только может так говорить ну ладно и гей это и надо благословить хороший человек вы хороший человек я смотрю ваш канал и это самое вы действительно правду несете свет людям видите что вы были православным когда-то да был ну и что вы знали в православии я тоже вопросы задам знаете я был монастыре нагоненная послушником ну да а что я не про это спрашиваю на в какой яме сидел а что ты о православии знал знал толкование библии считал златоуста я читаю библию нет я говорю вы вопрос не расслышали библию читает многие но каждый толкует по-своему поэтому церковь 6 вселенский собор девятнадцатым правилам запретили толковать самостоятельно святые отцы с первого века растолковали вы знали толкование православной церкви на библию нет не знаю поэтому а я среди 50 их обратился библию получил я ваше учение знаю от начала и до сегодняшнего дня там может нету нет понимаете я вам расскажу там я основание было сегодня там другой государства латвия и среди 50 ников а может быть так 99 процентов бесноватая самая блудливая секта какая измена идет я знаю лично там был скопили в разных городах харькове там в таллине в санкт-петербурге я везде проповедовал у них с кафедры знаю что я православный вы не так ли нет а легкомысленно не относитесь учат бритвы выброси первое покажи власть поступайте по стихе мира вот представьте у нас гола город есть павлодар и туда прислали пресс-фитер у баптистов седлецкий карл станиславович с украины я был у них но я стал говорить а старики сидят все бритые я готов меня журнал достал баптист 1910 год огромный такой большой журнал и молодежь сидит все до одного с бородами владимир ильич ульянов сидит самому старшему 30 лет 7 человек совет борьбы за освобождение рабочего класса все с бородами вы как легко как бог посмотрит бог посмотрел и сказал следуй за мной отвергнись себя свое ярость общи ягру скажите вот сейчас вы все бороды носили вы стали брить они нет ну начну по стихии мира живете а ты создать встречное течение покажи им в малом верный над богем поставить но мне без разницы понимаете библии ничего не написано там борода не борода а тут не будет там за бороду нет подождите 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 у нас сейчас как выходят замуж она уже за тремя было я сидел с мулами мулы и мамы мусульмане я задал вопрос скажите какой процент девственности у вас до брачной ночи они меня даже не понимают о чем я спрашиваю сто процентов а у нас да какая разница девушка не девушка что такое нет большая разница мы потеряли все но посмотрите на изображение пророки все были давайте по порядку христос бородой был да так пророки с бородой потихоньку не знаете но вы допускаете что он без бороды был да кто христос иисус спаситель неизвестно да известно вы у себя посмотрите на картинках даже не один 50 христа безбородом не нарисует нет вы никто не видел люди это придумали это все уже люди придумали бороду бороду люди придумали до свидания до свидания до свидания